Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире телепередача «Ислам и современность». Я, её ведущий, Ержан Мелезбеков. Сегодня у нас в гостях член Совета Улемов, доктор Кадр Аджималиков. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кадр Маликов, специалист по исламскому праву. В 2001 году окончил University of Jordan по специальности «Исламская юриспруденция». В 2005-м – University Complutense de Madrid по специальности «Управление конфликтами и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии». Сегодня мы хотели бы задать следующий вопрос. Это также вопрос наших телезрителей. Можно ли приобретать товары, заложенные в ломбарде? Здесь немного такой, как бы, больше вопрос этический. Потому что вы знаете, что в ломбарде товары, они как бы заложены под проценты. И ломбард, сам заинтересован по низким иногда ценам, он как бы продает какую-то вещь для того, чтобы вытащить оттуда свою долю. И при этом страдает, конечно, тот человек, который, ну, как бы сказать, заложил этот товар. Этическая сторона заключается в том, что в исламе запрещен рост в целом, да, то есть процент запрещен. И если мы, допустим, покупаем по заниженной цене, естественно, по выгодной нам, нашей интересной цене, да, какую-то вещь, то этим самым мы как бы поощряем развитие самого роста, процентного роста, да, в целом. Конечно, бывает, здесь каждый может решать сам, но купленная, как бы, вещь, которая заложена под проценты, цена ее может быть очень занижена, допустим, да, сама личность, находящаяся в тяжелом состоянии, да, как мы пользуемся этим, мы, как бы, решаем свои интересы. То есть с этической стороны, с этических позиций ислама это не очень хорошо, да. Вот. Если чисто смотреть по торговле, то вы покупаете то, что вам предложили по низкой, хоть по какой цене. То есть по исламу здесь, как бы, таких вот нету противоречий, но самое главное, здесь не просто механическая процедура купи-продай, да. Здесь в исламе смотрится на этическую сторону, да, понимаете. Очень важно. Дело в том, что вообще, если мы говорим о самих процентах, да, процентах в целом, о ростовщичестве как инструменте в целом, да, то ростовщичество сегодня, она, по сути дела, вся экономия, вся банковская, можно сказать, система, она строится именно по этой системе, да. Конечно, сегодня, живя в реалиях сегодняшнего общества, мы не можем избегать этой системы, да, потому что, ну, налоги, да, какие-то нам пени приходят, да, например, не вовремя оплатил свет или газ, то приходит пени. Это то же самое, это рост, да, ростовщический, процент, когда мы, допустим, осуществляем какую-то сделку, или работая в госструктурах или в других структурах, деньги наши или как счета переводятся, зарплаты переводятся через банки, да, проценты, к примеру. То есть здесь надо понимать, во-первых, первое, надо исходить из реалий, да, то есть я имею в виду искать облегчение, облегченный путь. То есть мы живем, мы хотим, как говорится, чтобы не было процентов, но так уж получается, что мы вынуждены с этим сталкиваться и жить в этом, да. Поэтому нет на каждом грехе, если мы как бы вынуждены, как говорится, живем в таких условиях, да, в целом. Ну, естественно, мы должны в намерениях стремиться, в деяниях, да, создавать альтернативную систему, да, то есть в тех же банках в будущем, возможно, некоторые банки в будущем хотят открыть или открывают уже так называемые исламские окна финансирования, да, раз. Вот это одна сторона, когда человек вынужден, он сталкивается с этим, вынужден, и он отрицает, порицает это, да, в душе, как бы, да, словами даже, но он, от него это не зависит, и он вынужден жить в этой системе, да. Но есть случаи, когда здесь уже нельзя путать интерес, да, то есть когда мы покупаем в ломбарде, нас никто не заставляет покупать, понимаете, то есть нами движет интерес, что для себя, купить товар по дешевой цене, несмотря даже, что этот товар может быть заработан неправильно, да, или, допустим, этот товар отнят у кого-то, да, или вынужденность какая-то, да, кто-то сдал и так далее, да, то есть здесь этическая норма, да. По этике, конечно, это осуждается, покупать в ломбарде, то есть поощрять проценты, да, допустим, да. Деятельность, да. Деятельность, да. Ну, я так скажу, что все по намерениям, да, и Аллах лучше знает, но по намерениям судится, да, все. Подытожим для наших телезрителей, то есть здесь нужно смотреть больше на точку с этической точки зрения, да, То есть готов ли человек сам пойти на такое? Да, пожертвовать своим интересам, свои выгоды в пользу этики, да. Ради того, чтобы, да, привести, да, такой товар. Отлично. Еще один вопрос, это взгляд ислама на пластическую хирургию. Этот вопрос мы сами задали, потому что очень много сейчас обсуждений в обществе, это сейчас модно стало переделывать глаза, нос и так далее. То есть какие-либо мелкие даже пластические хирурги, пластическую операцию на лицо, например. Вы знаете, этот вопрос уже принят во многих странах мира, исламского мира, мусульманских, арабских стран. Уже как только появилась пластическая хирургия в целом, так и уже ученые ислама ответили на этот вопрос. И на данный вопрос также есть фатва нашего вот духовного управления мусульман, есть отдел фатвы, да, то есть там вынесена однозначная фатва. Если так простыми словами говорить, то Аллах создал нас, человекчество, да, человека в целом полностью, как сказать, в совершенном виде. То есть сам человек по себе, он создан в совершенном виде. То есть у нас есть глаза, уши, нос, рот и так далее. То есть тут тот вид человека, который есть присущий. Есть разные расы, есть разные народы, да. Я имею в виду расы, то, что есть негроидная, европейная и азиатские черты, монголоидные черты. То есть это он создал нас так, да. И поэтому, исходя из вероучения ислама, верующий человек должен быть удовлетворен и быть благодарен создателю за то, что он создал таким, каким он создал человека. То есть нельзя проявлять недовольство, это считается большим грехом, если человек недоволен своим внешним видом, допустим, азиатской, имеет азиатские черты и хочет быть похож, допустим, на, имеет европейский тип лица. Или, допустим, осуждается, является грехом, если принадлежащий человек негроидной расе, допустим, стыдится своего происхождения и хочет, чтобы своего вида и хочет быть похожим на, допустим, азиата или европейца. Потому что все люди равны и Аллах так захотел, Он создал нас разными, да. Это воля Аллаха. В Куране Аллах говорит, что Он создал нас всех, все человечество из мужчины и женщины, то есть из Адама и Евы. И создал нас разными народами и племенами, то есть разными расами, разными культурами, разными языками, да. Это воля божественности, божественная воля. В многообразность создал Аллах мир. То есть многообразие – это проявление всемогущества Творца. И мы должны друг друга узнавать, познавать, но лучший из нас – тот, кто богобоязнен. И поэтому верующий человек должен понимать эти аяты, что так как Аллах создал его, он должен быть удовлетворен и быть благодарным Богу. Это первое. Второе, допустим, если человек родился с каким-то дефектом, да, бывает зайчья губа, да, рождение, бывает какой-то дефект при рождении. То есть человек, по идее, он должен быть совершенным, да. Но родился ребенок, у него, например, есть какие-то несовершенства, да, например, одна нога чуть короче другой. Или какие-то другие дефекты, или дефект речи, или лица и так далее, да. Или человек в процессе жизни уже приобрел какую-то травму, да, например, поломанный нос, или там уши отрезаны и так далее. То в этом случае разрешается делать пластическую операцию для того, чтобы исправить положение, вернуть его в первоначальный вид, понимаете. Вот именно здесь разница украсить себя, изменить свой образ для того, чтобы быть, что это модно, или человек стесняется бы принадлежать к определенной расе, это запрещено. То есть в исламе запрещается исправлять свою внешность, когда у тебя все нормально, ради какой-то моды, опухлость губ сделать. Или там сегодня, в этом году, например, нос считается, к примеру, мода, что нос должен быть чуть-чуть короче, да, и все начинают это делать, да. Это харам запрещается. И разница между тем, что человек исправляет то, что какой-то дефект... То, что создал Бог. Да, то есть он родился с дефектом, и это он исправляет на то, что должно быть, да. То есть, если, например, зайчая губа, он должен исправить при рождении на естественное, да. Или в процессе жизни он получил какие-то травмы. То есть это разрешается. В аятах Курана есть, в Куране сказано, что Аллах Субану Атала создал человека в совершенной форме. Есть хадисы, указывающие на то, что Аллах Субану Атала создал человека по его образу и подобию. То есть таким, как он есть, да. Есть хадисы, указывающие на то, что разрешается изменять свое лицо, то есть исправлять на первоначальный вид, когда человек получил травму. Это знаменитый хадис, касающийся именно ситуации с одним из подвижников пророка, который во время битвы потерял нос. И он вместо носа наверх сделал похожий нож, но сделал его из меди, медный. На что пророк сказал, увидев, сказал, поменяй свой вот этот вот протез на золотой. Это мы видим, когда в естественных, вот раньше еще, человек терял зубы и он ставил, например, протезы, да, или заменял зубы, да, это являлось нормальным. В те времена, в советское время, допустим, не было еще использования керамических зубов, поэтому многие ставили золотые. Это было больше, лучше для здоровья, чем, допустим, железные там и так далее, которые окислялись, да, потому что золото не окисляется. То есть это все есть ответы, все есть в хадисах, да, допустим, вот. И запрещается также исправлять свою внешность путем наколок. Это же тоже искажение внешности. То есть в хадисах пророк сказал, что Аллах проклинает тех, которые ставят на себя наколки, да. То есть это означает, что наколки раньше человек ставил для украшения женщины. И даже до сих пор в некоторых арабских странах бедуины, женщины-бедуинки ставят на лицо наколки, да, допустим, да. Это крайне запрещается исламу, потому что нельзя исправлять, если у тебя все в норме, нельзя как бы искажать суть и исправлять себя согласно какой-то моде или обычаю, да. То есть человек должен быть таким, каким он создал Бог, да. В этом наша вера. То есть мы должны быть довольны. Но если у человека есть какой-то дефект, то это разрешается исправить, да. То есть в этом разница пластической хирургии. Но сегодня в наше время пластическая хирургия в основном на 99% применяется именно для улучшения внешности. Не для улучшения, а для следования определенной моде, красоте, да, и так далее. И это, можно сказать, называется коммерциализация, да, медицины. То есть когда пластическая хирургия, это уже как ремесло, как коммерция, да. То есть люди все начинают этому следовать. Но есть опасность в том плане, что вы слышите иногда в соцсетях очень часто, да, такая информация, что кто-то подал на развод, да. Не доволен своей женой, потому что это и в Китае, да, такие случаи, в Корее, в арабских странах, потому что очень много там пластической хирургии, да. То есть расширяют глаза, изменяют внешность. Но когда человек живет с такой женщиной, не зная, рождаются дети абсолютно страшненькие, да, допустим, да, ну для них. То есть он представлял одно, а в конце вышло совсем другое. Потому что генетику не исправишь. Конечно, конечно. То есть вот в этом и есть как бы мудрость, да, что нельзя как бы исправлять то, что в тебе заложено естественно, да, если это не является прирожденным дефектом, да. То есть люди должны быть разными. Представляете, все одинаковые лица, у всех одинаковые губы, одинаковые глаза и так далее, да, роботы. То есть это нарушение то, что воли Божьей. Потому что Аллах хочет, чтобы мы были разными, как в языках, в характерах, в культуре, во внешнем виде, понимаете. Вот. Потому что посмотрите многообразие природы. Да. В природе созданы различные, очень богатые животные, мир, да, фауна, флора. То есть в этом и заключается величие, красота, да. Красота творения, то, что оно разное и абсолютно одно на другое не похоже. Благодарю за такой интересный ответ. Также хотелось бы дополнительно спросить, вот кроме пластической хирургии, есть еще, вот вы сказали, наколки есть. Еще ставят, например, пирсинги, то есть тоже металлические предметы на нос, на брови, на язык и так далее. То есть также, да, запрещено? Да, это осуждается, это осуждается. Вы ранее затронули как раз вопрос о культуре, вот также хочется спросить про музыку и театр в исламе. Музыка и театр, ну знаете, здесь очень большая тема в целом. Вообще-то, если в целом сказать, театр, его на арабском называется Масрахия, да, она, в принципе, имеет очень длительную историю, начавшуюся после раскола мусульман на два лагеря, да, во времена праведных халифов Али, ради Аллаху, и его противостоянием с Муавией. То есть после этого, как бы на Ближнем Востоке, на территории Ирака, началось, именно зарождался театр, именно, да, я имею в виду в исламе, да, как театр появился. То есть если мы расследуем, посмотрим историю, то в исламе, в истории ислама, театр появился именно после политического раскола мусульман и дальнейшего оформления двух течений, да, сунизма и шиизма, да, вот. Именно театр являлся так называемой протестной формой, да, гротеск, да, гротескной формой и протестной формой против определенных политических событий, которые привели к расколу, к столкновениям на территории халифата, да, между мусульманами. Вот. А театр в целом, я так бы сказал бы, он не имеет запрета, если он не выходит за рамки определенных границ, то есть установленных исламом или шариатом, да. То есть театр это, наоборот, это искусство, да, это развитие человека, это его творчество, раскрытие творческого потенциала. Это один из языков, жестов, да, или представлений, да, подачи определенной ситуации через творческую или через определенную форму, да. Поэтому в исламе это не запрещается. Еще раз говорю, театр не запрещен в исламе, если он не выходит за рамки шариата. Я имею в виду сцен, каких-то эротических сцен, если показ, да, или показ определенных, выход в определенном белье, да, допустим, да, естественно, да. Остальное это все разрешается, театр. То есть сегодняшний театр современный, он не противоречит исламу, да, и потому что тематики в современном театральном искусстве, они очень актуальны, да, это социальные темы, это где-то политические темы, это темы жизненные, да, на тему семьи, художественные, да, сказки там и так далее. Это все можно, да, вот. Естественно, и на сцене поведение актеров, ведь актеры же, они как бы тоже, как бы, доносят до общества определенные ценности, да. Ценности, они универсальны в целом, да, это любовь, это осуждение эгоизма или предательства, да, это наоборот возвеличивание высоких идеалов, да, и так далее. То есть театр, он нужен в исламе, да, наоборот, ислам, он охватывает именно все виды искусства, да. Только другое дело, что из-за специфики запрета в исламе, допустим, изображение, исламское творчество, оно вылилось вот не в картины, не в изображение натуры, да, человека, а именно в каллиграфию, да, или в архитектуру, да. Но при этом в миниатюрах мы видим определенные, даже в те времена, в средние века, определенные изображения людей стилизованных, да, что разрешается уже, если идет стилизация, нету конкретизации, да. Вот, то есть это вот как бы история развития культуры ислама или искусства в исламе, потому что в исламе всегда было искусство, оно развивалось. А что касается музыки, ну музыку не вчера придумали, она была и до ислама, она была даже во времена халифата, да, и так далее. А здесь очень тонкий вопрос, я хотел бы объяснить, что если мы смотрим научно, не просто вот запрет, а научно, то любой факих, ученый ислама, я имею в виду юрист, должен объяснять всегда правильно, что в исламе существует всегда два мнения, да, и в исламе есть мнение, касающееся музыки или изображения, первое мнение это полный запрет, которым следуют в основном наши верующие на территории, ну в основном на территории не только Центральной Азии, но и во всем мире, да. Это запрет полнейший музыкальных инструментов и музыки, да, струнные в основном. Вторая точка зрения, или так сказать, второе мнение ученых ислама из древних времен до сегодняшнего дня, это что инструмент это музыка, это инструмент, и запрещается не вся музыка, а смотря какая музыка. То есть на музыку эти ученые ислама, имамы на музыку смотрят как на инструмент, то есть если музыка, допустим, она отвлекает от намаза или от поклонения, если музыка, она носит агрессивный, либо другой характер, либо музыка призывает к греху, к разврату, и в особенности слова этой музыки, в этой музыке, то эта музыка, безусловно, является харамом. Но если музыка является сопровождением чего-то, да, или это, допустим, сегодня, допустим, какой-то вариант классической музыки, да, или гимн, то это как инструмент, да, тот же как ножик, которым можно разрезать хлеб, разрезать и можно использовать в преступлении, смотря как вы используете музыки, в чьих она руках и для чего используется, да, понимаете? То в этом случае музыка разрешается, я имею в виду, если она как бы не влияет на, не несет негатива, да. То есть не побуждает, если не побуждает человека на преступление, на грех. На грех, или, допустим, не занимает его времени, не отвлекает от поклонения, да, Аллаху, не отвлекает от намаза, там, и так далее, да, вот. Я приведу пример. Просто в этих двух мнениях запреты разрешения музыки присутствуют определенные долилии, называют, да, то есть это доказательства из Курана и Сунны. Самое интересное, что в Куране нету прямого запрета музыки. Да. Раз. Но все сводится к хадисам, то есть к определенным хадисам, которые как бы используются двумя группами. Я просто приведу пример. Хадис первый, где говорится о том, что наш пророк, Мухаммад, салаллаху, алейхи вассалям, когда шел около базара, и с ним находились сахабы, его сподвижники, и из базара шла музыка. То пророк, салаллаху, салаллаху, закрыл уши и сказал, слушайте музыку, а когда мы пройдем базар, когда кончится музыка, дайте мне знать. То есть он не закрыл уши и не стал слушать музыку. Первая группа, которая говорит, что музыка харам, они ссылаются на данный хадис, говоря, что пророк явно показал, что музыка харам, потому что он закрыл уши. Другая группа ученых, которая сказала, что музыка не является харамом, что надо смотреть на причину запрета, ссылается на этот же хадис, говоря, что если бы музыка была бы харамом запретным, то пророк бы не сказал своим сподвижникам, слушайте, а потом мне скажете. То есть он сказал бы, приказал бы закрыть уши всем. Но почему он закрыл уши, потому что это касалось, называется, шануннаби, то есть это касалось личности пророка и веры в исламе, что вне погрешимость пророка. Поэтому он себе закрыл уши. Да, то есть закрыл. Если бы это был харамом, он бы сказал бы всем закрыть. Да, он слушает всем. Понимаете, то есть логика. И поэтому данный диспут, он имеет место быть в исламе, и много различных тем и вопросов, по которым есть дискуссии. То есть называется ихтыляф. Ихтыляф, разногласия в исламе, они разрешены, если они не касаются основ. То есть музыка или рисунок, картинки, они не являются основой веры. Понимаете? Они называются фуру, да? Фуру, то есть это детали, да? То есть спор по деталям не выводит из ислама. То есть это разные мнения, и все. Я просто говорю историю, потому что сегодня мы видим, что мы сегодня живем в таком обществе, где рядом музыка. Сидитесь в машину, музыка. По радио вы включаете телевизор, даже смотря какую-то рекламу, музыка. Если музыка была бы харамом, то представляете, сколько верующих сегодня было бы грешников, если бы это все считалось, да? Потому что есть правило в исламе. Кто делает часто харам, дай им, да? Тот зарабатывает очень большой грех. То есть он может выйти даже из ислама. К примеру, да? Постоянно если делает харам. В падение в постоянный харам. Оно как бы ведет к неверию даже, да? Если так смотреть. То есть это означает, что мы не можем общество сегодня вводить в тяжелые трудные условия. Потому что, согласитесь, даже вот верующие, да, имамы, допустим, вот представьте эти случаи, какая-то официальная церемония, на которой присутствуют духовные лица или духовные авторитеты. И на этой официальной церемонии присутствует, допустим, руководство страны нашей. Или руководство других стран. При этом обязательно сейчас в наши дни включается что? Гимн. Гимн. Гимн – это музыка. Там все инструментальные музыки. Тогда, получается, все мы впадаем в грех и молчим. Мы должны тогда запретить это, говорить, зачем гимн слушать, да? Но никто об этом не говорит. Да. Или, допустим, такие вещи, как мы говорим, запрещается музыка современная, да, там, или просто классическая, это европейская, это и так далее. Некоторые так есть, говорят. Но при этом мы же слушаем комус. Многие, как бы, традиционные, да, в целом-то. Комус-то нельзя запретить. Потому что, если кто запрет комус, народ не будет нас слушать. Понимаете? То есть, необходимо эти инструменты очень мягко использовать для призыва, да, в целом. То есть, сначала надо призывать, а потом уже постепенно разъяснять, какая музыка, что нежелательно слушать. Когда жесткий призыв идет, жесткий запрет, то этим самым, наоборот, мы отталкиваем общество от ислама. Потому что основная цель ислама – это разъяснение, это образование, это просвещение, а не возложение только запретов и обязанностей. То есть, это все делается постепенно в эволюционном, эволюционно все, а не жесткими методами, да. Потому что сегодня этот вопрос возник не на пустом месте. Этот вопрос, он актуальный, почему? Потому что слушать или не слушать музыку – это второ-третистепенный вопрос на самом деле. Но его сделали актуальным. Вопрос в нашем обществе, когда у нас сегодня гораздо первостепенные есть задачи, главные. Проблем столько первостепенных – это невежественность, неграмотность, сколько преступлений происходит. Да посмотрите, сколько суицида происходит среди подростков. Где мы? Почему мы должны призывать работать с этим? Сколько насилия в семьях, отношения к женщинам, отношения вообще к детям в целом. То есть, общество переживает сильнейший духовный, нравственный кризис, но мы поднимаем в целом, в обществе поднимаются вопросы неважные. То есть, имеется в виду второ-третистепенные вопросы, да. Там, можно ли музыку слушать, можно ли это. Но на это надо отвечать. На это надо отвечать. И тот, кто задал этот вопрос, правильно задал. Для того, чтобы мы разъяснили, что как в исламе вообще надо смотреть на эти вещи, да. Потому что это вопросы спорного характера, в них разногласия. И в исламе всегда есть два мнения по этим вопросам, да. То есть, нельзя зацикливаться на определенных таких вещах, да. То есть, необходимо смотреть более шире и дальше. Благодарю за такой широкий полноценный ответ. Наше время тоже подходит к концу. И хотел бы тоже вас поблагодарить за ваш визит. А я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях член совета Улемов, доктор Кадр Аджималиков. Также вы можете посмотреть все записи нашей телепередачи на нашем YouTube-канале. И подписывайтесь на нашу Instagram-страницу, Facebook-страницу. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!